Крупная махинация с микрозаймами в Челябинской области, которая вскрылась после обращения пенсионерки в Общероссийский народный фронт. Она неожиданно обнаружила, что ее долг за короткое время увеличился в сто раз. Выяснилось, что финансовые обязательства, как и многих других местных жителей, были перекуплены неким инвалидом. Алексей Иванов разбирался в этой истории. Дверь была открыта и сейчас свет горит. Микрозаймы в этом киоске выдавали еще накануне. Сейчас сотрудников и след простыл. Закрыли двери, даже не выключив освещение. Пенсионерка Екатерина Федорова пришла разбираться, как остаток ее долга в тысячу рублей вдруг превратился почти в сто тысяч. Деньги взаймы она взяла еще три года назад. Сложная была необходимость. Я рассчиталась займом. И осталось там тысячи. И они стали щелкать мне проценты. Об огромной сумме долга Екатерина Сергеевна узнала только в суде. Причем иск подала не микрофинансовая организация, а некий житель Ижевска, инвалид первой группы. Оказалось, что контора по выдаче займов продала ему долг женщины. Удивительно, что я у Морозова ничего не брала. Теперь Морозову должна. И в пределах 98 тысяч. За помощью Екатерина Федорова обратилась к юристам Общероссийского народного фронта. Первый суд удалось выиграть. Сумма долга пенсионерки значительно уменьшилась. Истец не согласился и обжаловал решение. В суде же выяснилось. Все тот же житель Ижевска пытается взыскать долги еще у нескольких тысяч челябинцев. Эксперты Народного фронта уверены, микрофинансовая контора провернула некую схему, при которой долг был продан с большой скидкой. Долг перед микрофинансовой компанией составлял порядка миллиарда рублей. Огромная сумма. При этом инвалиду продана была эта огромная сумма за 2 миллиона рублей. Очевидно, что это сделка сомнительная, а скорее всего мошенническая. В свою очередь мошенничеством в полиции посчитали огромные накрутки на займ. Полтысячи процентов годовых. Началось расследование уголовного дела. Параллельно проверку проводит прокуратура. Сотрудники ведомства намерены детально изучить все тонкости сомнительной финансовой операции. Будет проверено соблюдение норм действующего федерального законодательства при совершении данной сделки со стороны микрофинансовой организации. То есть при передаче права требования задолженности такого большого количества граждан одному физическому лицу. На рассмотрение иска покупатель долгов из Ижевска не является. Вместо него приходит представитель. При этом по закону инвалиды первой и второй группы пошлину в суде не платят. Эксперты Народного фронта подсчитали. На оплате госпошлины микрофинансовая организация экономит, а государство не получает примерно 15-20 миллионов рублей. Ведь за подачу каждого заявления нужно заплатить 3,5 тысячи рублей. А только в районы Сучелябинска таких исков поступило примерно 5 тысяч от одного покупателя долгов. Головной офис микрофинансовой организации также находится в столице Удмуртии. Фирма имеет десятки филиалов по всей стране. Но сейчас они тоже закрылись. По телефону горячей линии автоответчик сообщает, что такого номера не существует. Киоск уже в Челябинске по привычке пенсионеры продолжают приходить за новыми займами. Я 5 лет в этой организации. Нет, серьезно. И у меня уже 0,6 процентов, потому что я постоянный клиент. Татьяна рассказала, последний раз, когда она занимала здесь деньги, ей даже не дали на руки договор. Сотрудник фирмы объяснил, не работает компьютер. И пожаловался, что контору могут закрыть. Теперь же те, кто выдавал микрозаймы под огромные проценты, разыскивает полиция. Алексей Иванов, Александр Шишуков, Евгений Ягушин. Уральское бюро Первого канала. Челябинск.